Уникальная возможность познакомиться с мастерами ручного ткачества и их работами, представляющими различные субъекты нашей страны, была у каждого. В Чебоксарском районе расположилась площадка, где проходит форум ткачей России, который проводится в третий раз. На наших глазах мастера ручного ткачества продемонстрировали философию работы по созданию полотен, используя неожиданные виды сырья на ткацких станках – бёрдышках, дощечках. История развития ткачества представлена здесь такими школами, как школа Великого Новгорода, Московская школа, Чувашская наша школа – это обязательно традиционная для нашего населения. И начинается уже тенденция, приближаемся к молодёжи. То есть мы показываем молодых представителей этого направления, которые являются исследователями, катализаторами, манипуляторами. Абсолютными, будем говорить, креативными людьми, которые показывают молодёжи, что можно делать конкретно своими руками. Гость из Москвы Елена Маркова преподает качество и плетение поясов много лет. Издала методическое пособие по обучению этому ремеслу. Очень часто делаем не только пояса, но и тканную тесьму, из которой потом делаем эксклюзивные вещи. То есть вот данный вот жилет, это сделан из отдельных полос. То есть это модуль тканной полоска. Это может использоваться и как отделочный элемент, когда он нашивается на готовую ткань. А из них можно создавать ткань. И создавать вещи, которые потом будут современные, красивые и необычные, эксклюзивные. Наталья Кривцова тоже участница форума. Только в октябре собирается посетить несколько городов, где проведёт мастер-класс и ремеслу ручного ткачества. Её научила бабушка. Для того, чтобы не умерло это ремесло, она сказала, ты должна как минимум обучить пять человек. Я обучила более 50 человек. Я надеюсь, что те ученицы, которые есть и у меня в Великом Новгороде, и в Новгородском районе, в области, есть ученицы и в других областях. То есть я не сижу на месте, я всегда пытаюсь расти. Андреас Мюллер из Германии продвигает ручное ткачество по линии ЮНЕСКО на различных континентах. Сам делает ткацкие станки, ездя по всему миру, проводит мастер-классы. Изготавливает эксклюзивные шарфы. Заинтересовался ткачеством ещё в 12 лет. Молодой специалист Ион Диаур из Москвы шьёт одежду. Чтобы найти решение по ткани, которые были необходимы для той или иной вещи, он заинтересовался ткачеством. Втянуло. Начал потихонечку изучать этот вопрос всеми возможными способами. Ну и добился, я делаю, шью платье, вещи из своей ткани. Соответственно, по ходу усложнения всех процессов усложняется сам станок. Также я немножечко дорабатываю детали к нему. Совсем недавно я начал прясть. Я начал прясть шерстяную пряжу для своих же полотен. Полностью развязывает, в плане творческом, полностью развязывает руки. Продолжатели ткачества в Чувашии также не стоят на месте. Они изучают различные техники ткачества. Есть даже карты Чувашии с гербами районов республики, расположившиеся на большом полотне. Станки, на которых ткут мастера, очень разные. Они модернизируются, и в настоящее время на них проще работать. Компьютеризированные версии ткацких станков стоят очень дорого, но с помощью них можно легко создавать полотна с различными рисунками. Вообще, ручное ткачество – древнее ремесло, и сейчас мало кто этим занимается. Поэтому одна из целей форума – привлечь молодое поколение к этому интересному занятию. Некоторые участники форума уверяют, что данное ремесло повышает усидчивость, учит терпению и поможет в математике. Отметим, что в будущем организаторы форума хотят создать в нашей республике центр ткачества.